Моя, моя, моя Сейчас я впервые очень волнуюсь, потому что героиня моей сегодняшней истории, пожалуй, единственная, о которой я могу говорить исключительно с восторгом, обожанием и даже трепетом. И это не только потому, что она ярчайшая казахстанская звезда на всем постсоветском пространстве, ворвавшаяся на музыкальный олимп всего в 19 лет и оставшаяся там навсегда. Я люблю ее сильный, глубокий, неповторимый голос, а также люблю ее за то, что она моя землячка-самородок восточного Казахстана. Впрочем, восхищаются и гордятся Розой Рымбаевой не только жители ее родного края, но и все казахстанцы без исключения. Творчество Розы Рымбаевой Ромбаевой тесно связано с этим местом. Еще в далеком 1982 году здесь снимали музыкальный советско-чехословацкий фильм «До свидания, Мидео». Тогда Рымбаева уже была звездой союзного значения и визитной карточкой Казахстана. Ну а достойной декорацией для Розы могла стать только главная достопримечательность столицы – этот знаменитый каток в горах. Я еще помню школьницы, когда мы приезжали в Алма-Ату, летом на экскурсию, мы обязательно посещали Мидео. А потом была съемка фильма «До свидания, Мидео» вот и на этой площадке. После фильмов у нас здесь был международный конкурс «Азия-дауса», на котором я тоже не раз участвовала на этих фестивалях, пела, выступала. И по возможности, вот где-то лет пять назад мы почаще приезжали в детьми, Алишка и Маленький, Мадишка, и здесь катались в свободное время. Вот в последнее время я что-то немножко подзабыла, вот сегодня вы мне напомнили. Она так легко и невзначай перечисляет события своей жизни, хотя на самом деле каждая из них – целая история, которая длится десятилетия. На сцене Розы Рымбаева уже 40 лет. И за эти годы народная любовь не угасает. Наоборот, вот и сегодня никакой личной жизни. Вот сейчас люди подходили, да, фотографировали. Да, ну люди всегда интересуются нашей семьей. Они очень хорошо знают моих сыновей. Не раздражает иногда, когда вот так люди нагло достают телефон и начинают… Это же любовь народная. Это народная любовь. Я это очень правильно понимаю. Люди интересуются всей нашей жизнью, всеми нашими моментами. Им это приятно. Может быть, это приехавшие люди издалека. Может, они приедут, скажут, вот представляешь, я с Рымбаевой, с ее сыновьями. Мы на Медео катались. Вот и все им приятно рассказать. Вы на сцене кажетесь очень романтичной, во-первых. Во-вторых, где-то такой уязвимой. Ну, во-первых, на сцене надо всегда зрителю давать оптимизм, что мир прекрасный, жизнь прекрасна, что мы больше этим должны жить. Как вам кажется, вот за все эти годы на сцене вы изменились касательно своего внутреннего мира? Не ваших образов на сцене? Она идет параллельно, потому что я в профессии играю роль женщины. Роль женщины, которая взрослеет, понимаете, у нее взгляд меняется, у нее мировоззрение расширяется. То же самое и в профессии. Моя профессия даже мне помогает раскрыться. Я актер театра, я делаю образы на сцене, судьбы на сцене. Поэтому она идет параллельно с моей жизнью. Актерская моя жизнь и просто женщина. Именно поэтому Роза Куанышевна никогда ничего не утаивает от поклонников. Она открыта. И этим подтверждает звание народной артистки. Всецело отдавая себя людям, проживала свою жизнь на глазах миллионов. А они вместе с ней скорбили о смерти мужа и радовались за сыновей, которые, как два крыла у птицы, с каждым днем крепнут и не дают упасть. Когда мы заходили, Али очень беспокоился. Вдруг сейчас, да, вы упадете, это снимут на камеру. Он всегда вас так опекает? Всегда. Он мне даже запретил ездить на машине. Я купила машину, я проучилась в курс водителя. Когда я закончила учебу, Али сказала, мама, я тебе категорически запрещаю сесть за руль. Я за тебя боюсь. Я наняла водителя, а у меня водитель всегда. Я перестала даже думать о том, что я, когда я сяду за руль и поеду там. Я у него одна. Кроме мамы и брата, ближе, роднее никого нет. И это у него по природе заложено. Опекать маму, брата. Он главный мужчина в нашей семье. Расклана Ишимовна, но все знают, что вы с детства своих детей возите везде с собой на гастроли. Стараетесь их никогда не оставлять. Я никогда не оставляла. Я до трех лет сидела с Алишкой дома и гастролировала. А потом, да, потом с трех лет, когда я гастролировала, я Алишку с собой возила. У меня был такой рюкзак, и папа его таскал на этом рюкзаке. Потом я. Вот так же я сидела с журналистом, разговаривала, такая нарядная интервью давала. И вдруг Мадишка, который бегал там по студии, тоже подошел, открыл грудь, начал сосать. Оператор упал! А это их семейное гнездышко. Здесь Роза Куанышевна живет со своими сыновьями. В этом доме всегда звучит музыка. В семье таких родителей жизненный путь детей был предопределен. Причем, как выяснилось, вполне добровольно. А вообще вы настаивали на том, чтобы они занимались музыкой? Нет, нет. Вот Али тоже сам выбрал фортепиано и сказал, именно пойду в музыкальную школу, потому что мы с мужем настроены были, что мы пойдем в английскую школу. Английский школу, язык и математика. Мы были на это настроены. Но почему-то Али категорически заявил за полгода где-то до школы, что он пойдет именно на фортепиано, именно в музыкальную школу. За ним Мадишка говорит, я пойду только туда, где учится мой Алиага. Даже невооруженным взглядом видно, как моя героиня оберегает сыновей и гордится каждой грамотой и наградой. Ведь и ее профессиональный взлет состоял из череды побед в самых разных конкурсах. В каком бы ни участвовала, непременно становилась первой. А из всех этих наград какая для вас самая дорогая? Ну, золотой орфей. Победы для вас насколько важны в жизни? Конкурсы, они в моей жизни проходили в начале. Через конкурсы меня узнала публика. Я участник, лауреат шести конкурсов. Двух союзных, четырех международных конкурсов. Я везде побеждала. Поэтому конкурсы это как соревнование спортивное. Заряжает. Заряжает и впитываешься. Столько информации получаешь там. И более-менее раскрываешься. Каждый конкурс чему-то учит. А вот здесь, на этой картине, что? Мне кажется, это наши с вами родные края. Это наш Алакуль. Он видит наши острова, которые издалека видны. Это вот вода голубая. И здесь вот растительность, которая на берегу. Сейчас все равно, мне кажется, такой период у вас непростой в жизни. Потому что сыновья потихонечку будут сейчас из гнезда улетать. От мамы. Ну, а не считайте, у него уже своя жизнь. Своя творческая жизнь, да. Вы знаете, Мадий больше привязан ко мне не потому, что он младший. Не потому, что я его долго грудью кормила. И вообще он младший в семье. Умади, если домой заходит, Ма-а-а, это первый вот его интерес. Мама дома должна быть. Он должен постоянно чувствовать маму. Он должен, мама должна где-то ходить, там посуду мыть, чего-то делать. Но мама должна быть рядом. А как вам кажется, какой вы будете свекровью? И если человек понимает моё присутствие в её жизни и своё место, я думаю, это самое правильное. И я должна понимать тоже своё место в жизни наших молодых ребят, например, молодожёнов. Наверняка всё равно у вас огромные ожидания и планка, которую вы ставите перед своими детьми, просто без сомнения, очень высокая. Не изменять своим принципам профессиональным. Ставить очень высокие задачи. А вам как кажется, сейчас ваш сын Али становится очень популярным, и фамилии и имена его звёздных родителей ему всё-таки помогают или мешают в карьере? Иногда мешают. До сих пор я слышу мнение о том, что, ну, конечно, это же сын Ромбаева, ну, конечно, у него родители. Когда-то завистники и о ней говорили то же самое, умоляя её талант. Мол, она ведь супруга Окапова, музыканта известного, имеющего хорошие связи. Доля правды в этом, конечно, есть, но главная правда в том, что Роза обладает выдающимся, уникальным голосом, которому даже сегодня аналогов нет, и пройти мимо такого сокровища профессиональный продюсер Окапов просто не мог. Союз двух талантливых людей был очень плодотворным, современным и многообещающим. Тоскын собрал вокруг розы молодых, тогда ещё никому неизвестных ребят. Так появился вокально-инструментальный ансамбль «Арай». Сегодня это уже состоявшиеся и популярные не только в Казахстане музыканты. «Развет» звучит по-казахски «Арай». Знакомьтесь, на сцене инструментальный ансамбль «Арай». Когда Тоскына вдруг не стала, в 1999 году Розе стало понятно, что отныне она может рассчитывать только на себя. И это испытание было, пожалуй, самым сложным в её жизни. Кто поможет в организации концертов, записи альбомов, кто посоветует, поддержит, поймёт? Многие ведь мои завистники думали, ну, всё, сдулась Ромбаева, потому что всё до сих пор было всё продумано Тоскыном, сделано Тоскыном. Без Тоскына кто она? Каждую фразу, каждый шаг на сцене я знаю. Мой муж учил меня с первого дня. Но я тоже параллельно училась, я тоже закончила академию. У меня звание профессор академии, я могу там преподавать, и преподавала. У меня моих учеников достаточно по республике, сейчас работают в различных театрах областных, драматические актёры в кино снимаются, на телевидении снимаются, поют на сцене. И поэтому я просто хотела доказать зрителю, что я самостоятельно тоже Ромбаева, я есть, я буду и дальше жить и работать. Только нести, конечно, то направление, которое когда-то выбрал для меня Тоскан. Из цепких лап горя её вырвала любовь зрителей. Понимание того, что она нужна, востребовано. Оставшись одна, с маленьким Али на руках и Мади под сердцем, Роза не могла позволить себе пасть духом. Сыновей нужно было ставить на ноги, поэтому работала, стиснув зубы, и только на сцене позволяла своей боли выйти наружу через песни. Когда родился мой малыш, я полностью себя посетила материнству. Я долго сидела дома. Это была ваша отдушина, да? Да, 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 потому что все мысли были заняты тем, что у меня маленький грудной ребёнок, и Али маленький. Его в школу водить надо, с малышом тоже сидеть надо, и ещё параллельно успевать где-то зарабатывать. И получается, мой день был расписан по часам, и до сих пор я с таким графиком живу, что мне грустить, плакать некогда было, не было вообще такой возможности. Я помню, в 4 месяца я поехала уже с Мадишкой на гастроли, потому что надо было зарабатывать. 3 месяца я могла на каких-то старых запасах жить, но дальше уже надо было двигаться. И это дало мне толчок, что я должна была уже готовиться, организовать вечер памяти мужа. После этого 25-летие на сцене, после этого 30-летие на сцене, после этого 35-летия на сцене, и уже сегодня пришли к 40-летию. Сейчас Роза Рымбаева готовит юбилейный концерт, посвящённый 40-летию на сцене. И если с творческим наполнением, репертуаром старых шлягеров и новых хитов проблем нет, то вот финансовые вопросы актуальны, как всегда. Впрочем, Роза Куанышевна и здесь всё делает сама. Она не привыкла просить деньги у спонсоров, а самостоятельно зарабатывает на каждый свой концерт. Вообще, на проведение одного концерта, я думаю, что было бы хорошо 100 тысяч долларов иметь. Потому что это декорация на сцене, это свет, звук, это аренда зала, это телевидение, это билборды, это рекламная, это оркестр, это партитура, это ноты, это репетиция. Где взять эти расходы? Где их найти, у кого пойти, просить. Самое унижение для меня – это просить деньги. А часто приходится? Нет, я очень редко прошу. Я собираю деньги, я коплю, я их зарабатываю. Потом я делаю свой концерт. Роза Куанышевна, а каким вы всё-таки видите своё будущее? Вы знаете, мне иногда кажется, что я уже устала. Потому что каждый день и на протяжении 40 лет заниматься музыкой, гастрольной жизнью – это не каждому по силе. Потом я устаю доказывать вот это белое, вот это чёрное, вот свою правоту, свою честность творческую. Потому что ты выходишь с такой концертной программой, с симфоническим оркестром, ты выступаешь и уезжаешь, и после тебя приезжают на эту сцену в этот же город какой-нибудь фонограммщик и даёт концерт. И билеты, может быть, даже в два раза дороже быть у него. Это обидно? Думаешь, зачем я этим занимаюсь? Зачем? Кому я доказываю, если это бесполезно? Иногда приходит настроение, да, бросить всё это и заняться каким-то другим делом. Ну а с другой стороны, думаю, нет, надо до конца оставаться самим собою, нести своё кредо. У меня свой путь, я так думаю, что у меня в этой музыке, в этом направлении, чем я занимаюсь все эти годы, есть свой путь. Профессионализм. Вот то качество, которое она ценит в людях больше всего. Высота планки, взятой ещё в юности, не позволяет относиться к делу всей жизни спустя рукава. Уж слишком дорожит Роза вниманием зрителей. Она хочет дарить радость, быть примером стойкости и силы, поэтому на сцену неизменно выходит с улыбкой, даже если в сердце жива горечь утраты. А утратами были наполнены последние два года её жизни. Сначала в 2013 ушла из жизни мама, следом за нею, пережив жену ровно на год, отец. Несмотря на то, что природа вас одарила таким даром, музыкальным даром, голосом, но жизнь-то вас не щадила. Наверное, так предназначена судьбой, что если всё это не переживу, я не буду Розы Рамбаевой. А вы помните свою последнюю встречу с мамой? Моя мама полтора месяца лежала, уже была лежачая. Я уехала где-то в 7 вечера, я попрощалась, потому что целый день мы с ней сидели. В 7 вечера я уже уехала домой. И где-то в 6 часов утра она попрощалась уже, да. Мы все дети подходили к ней, разговаривали, каждый сам по себе. Каждому она что-то говорила. Я помню, что старшей сестре она говорила, что ты главная, ты старшая, ты во главе всех, будь умницей, вот бери свои руки, вот руководство, вот всех объединяй. А я расплакалась. Какая я сильная не была, вообще-то в семье считают меня самой сильной, и на экране, и все зрители, и вы говорите в данный момент, что я сильная. Но я расплакалась, потому что я просила прощения, говорю, если где-то я, может быть, была неправа, там туда-сюда, она говорит, что ты говоришь? Будь твердой. Мактабол. Держись, держи эту струнку. Будь сильной. Потому что знает она мою жизнь, что я одна, что я очень много беру на себя ответственности за семью, за братьев, за родственников, за племянников. И она мне вот такие слова говорила. Росква Найшевна, а как бы вы назвали ту силу, которая вас, девочку из Семипалатинской области, вытащила, подняла на эту вершину, которая вас держала все это время? Что это? Говорят же, вот талантов надо поддерживать. Бездарности сами вылезут. Дело в том, что с первого дня моего приезда в Алмату я встретила мужа своего, любимого человека, который был заинтересован в том, чтобы из меня сделать настоящую звезду. А я была совсем ребенок. Я провинциальная девочка, но талантливая, голосистая и, слава богу, еще и мозги есть. Она и сегодня абсолютный уникум казахстанской эстрады. Да и ей подражать никто, в принципе, не пытается, потому что Роза Рымбаева уже 40 лет выступает вживую. Она не признает фонограмм и тех, кто поет под фонограмму. Обычно сдержанная Роза Куанышевна сегодня дала волю эмоциям, потому что ее волнует то, что сегодня происходит на казахстанской эстраде. И она, не скрывая имен, высказывает свое мнение. Когда ты видишь это безобразие, что творится у нас на эстраде, что слушает наш народ, конечно, стрессов достаточно. Для чего я работаю? Зачем я это делаю? Как белая ворона выхожу с оркестром на сцену. Я однажды выступила в Ускамногорске с Большим симфоническим оркестром. Этот оркестр, 50 человек, я повезла в город Симпалатинск, там выступила, и обратно оркестр привезла в Ускаман, и сама улетела самолетом. Для чего я это делаю? Я же хочу все-таки свой народ поднять уровень понятия настоящего, настоящей музыки, настоящего творчества, а не выходить на сцену под фонограммой обманывать народ. Вот в чем моя задача. Поэтому я не гоняюсь за количеством концертов. Я переживаю за качество. И телевидение, и журналы. Кто когда-нибудь за это будет вообще за этим смотреть? Вот это меня действительно очень волнует. Я переживаю за это. Но в то же время, думаю, зритель, он сам выберет то, что ему нужно. У него свой уровень. Захочет он, он будет слушать Алибек Катнишева, а захочет он будет слушать Хайрат Нуртаз, например. У вас в репертуаре была такая песенка «Увези меня, мой рыцарь». Ваши сыновья на машине. И увозили вас. начал ходить. Дело в том, что когда писали сценарий этого концерта, дети где-то должны выйти. Все ждут. все хотят увидеть моих детей. Мадишка только родился. Его еще не было нигде. Песня как раз подвернулась «Увези меня». Мои дети, я работала там два часа, они приезжают на машине меня, и раз я пою «Увези меня», они меня подъезжают на машине и увозят. Я еще кричу «Увозят!» И ухожу со сцены. Кто же они? Это же было мужчины такие. Вот они какие мужчины меня власят. Вот скоро будет уже 15 лет, как вы одна. Неужели за все это время не было ни единой попытки выйти замуж? Да. Вы знаете, предложения были и сейчас у меня достаточно поклонников, но приоритет или как главное для меня в моей жизни поставить детей на ноги. Я все свое свободное время посвящаю им. А почему вы разделяете вот эти вещи детей и личную жизнь? Не могу сказать, что я не интересуюсь противоположным полом, что не хотела бы рядом иметь интересного друга, который у меня не только мне интересно было бы с ним жить, творить, но и рядом он сильное плечо. Но пока я такого не встретила, к сожалению. Но я надежды не теряю. Раз вы говорите, я в прекрасной форме, может, кто ее знает. В одном из интервью вы сказали так, что мужчины, которые ко мне подходят, они для меня как дети. Ну, вы знаете, что это значит? Я настолько иногда с ними общаясь, настолько себя взрослой чувствую, что действительно, если бы даже у меня был муж, он был бы, наверное, моим третьим ребенком. Но чтоб я с ним могла наравне говорить, общаться, пока я еще в поисках, можно сказать. Говорят, покорить вершину несложно, сложно удержаться на ней. Роза Рымбаева вот уже 40 лет остается венцом, лицом казахстанской эстрады музыкальной культуры. Меня же лично покоряет в ней то, что она всегда отодвигает себя на второй план. На сцене, выдвигая вперед искусство, и зрителя в личной жизни жертвуют собой ради детей и близких. Но как бы там не было, среди миллиона алых роз, она одна такая, роза Рымбаева, согретая теплом народной любви. Моя, 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 моя История любви Моя, моя, моя История победы Что значит слово «Я» Отдая слово «Мы» Вся наша жизнь Вопросы и ответы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин